здравствуйте друзья сегодня будем говорить о рациональном использовании древесины в солярном производстве значит что такое рациональное это как можно меньше добыть стружек и эпилок то есть максимально из доски выбрать полезные как бы заготовки полезные детали значит у меня сейчас стоит задача сделать вот таких вот 30 коробочек это китайское производство но симпатично на носков это красного дерева сделано значит ее применение это в ресторане она будет стоять они будут стоять на столиках там будут соусы какие-то может там специи но так она будет стоять на столе в моем исполнении она будет не из красного дерева а из олехи потому что у нас красное дерево не растет нос растет олеха но она красивая и как бы покраситься будет очень похоже на эту а может даже красивее значит ну речь не об этом значит их надо сделать 30 штук значит вроде бы как и немного но я вам скажу по-честному этой и немало потому что судя по тому сколько я нарезал заготовок но так раз полный объем так не закончу и мало значит как обойтись с выбором лес значит толщина стенок тут 9 миллиметров значит от меня нужны вот такие вот щитики которые я потом порежу на заготовки равность 50 миллиметров толщиной всего 10 миллиметров на сто сорок пять высотой значит строгать из цельной доски это полная утопия почему потому что доска идет значит у нее стандарты либо 30 миллиметров либо 50 миллиметров казалось бы взять 30 миллиметров ближе к десяти до но сострогать 20 то есть две трети выкинуть просто там печку чтобы она разлетелась по цеху это такое но и вариант взять 50 но тоже казалось бы куда же 50 так все-таки я возьму 50 вообще доска 50 миллиметров мне вообще-то нравится больше всего не зря она тяжелая ну судьба такая но с нее как бы у меня по крайней мере удается выкроить наиболее экономно любой размер в данном случае мне надо получить 10 миллиметров что я делал я взял доски и построгал их просто плахи у меня получилось тут 43 миллиметра сердцевина присутствует я просто доски пилил пополам обрезал обзор и строгал их просто в платье они неровные в пламя не ровные эти края у них там не параллельные а так они простроганы на фуганке и в рейсмусе в дальнейшем я поставил на пилу пилочку 13 миллиметров толщиной и нарезал вот такие вот рейки нарезал вот такие вот рейки значит с этих реек будет набираться у меня значит моя ширина их пойдет три полноразмерные и одна рейка пополам у меня четко получается значит плюсом пару миллиметров вогнать четко в размер у меня получается абсолютно близко к желаемому размеру то есть 13 миллиметров мне останется сострогать там буквально четыре миллиметра но по два миллиметра со стороны за глаза мне хватит для того чтобы выйти на свой размер значит таким же образом я делаю подступенки я делаю лестницу я покупаю конечно же доску 50 миллиметров обрезаю то что мне надо на саму ступеньку а то что ближе к сердцевине сердцевину я таким же самым образом пилю ну уже конечно не по 13 миллиметров я пилю там по 22 скажем и прямо буквально до сердцевины вот только у меня уходит восход там его трещина там где что-то там может где-то поднилова для сердцевины все остальное у меня идет в дело в итоге у меня вся доска идет дело и все значит какая доска лучше всего подходит к солярному делаю бумажку нарисую вам примерно что происходит что у нас происходит с доской если у нас доска имеет вот такое вот расположение колец но так вот примерно ее крутить будет в эту сторону это как бы проверено все об этом знают значит из таких вот досок собрать щит но сто процентов если допустим поклеенный щит будет собран там одни части будут сюда и эти части будет будут сюда и эти сюда его обязательно вот так вот выкрутит он станет другой по большому счету надо располагать как бы навстречу друг другу если вас уже вот такие вот доски то есть если так слоя идут тут то здесь они должны идти сюда здесь они должны идти сюда понятно да значит если взять бревно его как пилят вот да нарисуем ему кольца такие да очень быстро выросло дерево значит как его пилят и берут две пятидесятки вот так вот потом на тридцатки уже там режут вот эти вот части но и обзор выкидывается что мы видим значит то что идет середины у него кольца расположены вообще буквально прямо это по моему мнению самая качественная древесина насчет красоты конечно красивая будет вот это вот ну понимаете у нее слоя все открываются все годовые кольца а тут она полосатенько но это полосатенько и поверьте мне ее никуда не покрутит ее не развернет она как бы ну самая самая как по мне самая качественная часть древесины кстати если делать какой-то там фуганок или какой-то инструмент то вот это вот четверть она идет как бы круче всего для доски вот это всего две части значит когда вы потом распиливаете вот такой вот вот такую доску на рейке вы понимаете так что у вас получается зря нарисовал получается вас доска которая имеет вот такое расположение годовых колец ну соответственно рейке вы напиливать не остаются ровными и соответственно в щите они тоже будут нормально себя вести не будет вам делать таких там коромысл сейчас вам покажу сколько надо заготовки что получить 30 коробочек маленьких вот такой вот небольшой штабель получился на 30 коробочек а вот доски с которых я их напиливаю там еще надо будет делать салфетницы так что еще надо будет допилить потом по поклейки сейчас отказать 4 счета уже клеится а по поклейке тонких счетов сам те же самые принципы что и с большими счетами а именно главное условие когда вы набираете щит и зажимать на массами клея не зажимаете чтобы у вас все вышиваемые стояли на одном уровне горизонтально чтобы не было перепадов одна выше другая ниже или там одна вайма такая третья четвертая пятая все другие у вас все на восход будет болтаться вряд ли вы склеите ровно должно быть две плоскости ваймы должны быть на одном уровне тогда вы можете намазывая клеем прижимая вы можете поджаться руками уже готовой плоскости соответственно щит у вас будет более или менее ровно не такой что прямо взял его пошел красить но вы выстрогаете тот размер который вам нужен можно собирать конечно же на фрезы есть фрезы сейчас все возможные есть фрезы есть просто зуб обратка с одной стороны как впадинка с другой зубчик можно на гребенку собирать но здесь в данном случае это все хорошо в данном случае никаких нагрузок она нести не будет для этого заготовка она будет просто коробочка которая будет по 45 завязана и сбита гвоздиками то есть ничего хитрого особо тут не будет я покажу конечно процесс как это делается но она все равно как бы все я не скажу что механизироваться будет но какие-то захера все таки будут в принципе это все что я хотел рассказать по поводу выбора леса для определенных работ так что на этом все до свидания до новых встреч